Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Приглашение правительства Западной Армении. Антип. Церемония открытия памятника жертв геноцида против армян. Церемония поминовения жертв геноцида против армян в Женеве. Уроженцы Западной Армении Алан Ованес. Бои самообороны армян. Макрдыч. Йотнех. Пайлян. Член палаты общин Канада Александр Булерис о ситуации в Арцахе. Из Немры в Ван. Последствия геноцида. Правительство Западной Армении приглашает всех заинтересованных организаций и СМИ принять участие на церемонии поминовения жертв геноцида против армян, которая состоится 29 апреля 2023 года в 12.00 возле мемориала геноцида армян в Цитернаковерте. На мероприятии с речью выступит президент Республики Западной Армении Армена Кабрамян, премьер-министр Седа Меликян, историки и эксперты. Для обратной связи можно связаться по телефону 060 52 19 20. Вход свободный. Политический деятель Жан Леонетти на своей странице в Facebook написал «108 лет назад, 24 апреля 1915 года, начался геноцид против армян, осуществленный Османской империей. В присутствии депутата Национального собрания 7-го избирательного округа Альп Маритима Эрика Поджи открываем мемориальный камень на кладбище Сембулес в память о полтора миллионных жертв. На памятном камне написано «В память о жертвах геноцида против армян 1915 года, армянских воинах, погибших за Францию, ветеранов Союза сопротивления». Церемония состоялась в присутствии председателя Национального совета Западной Армении Армянака Абрамяна, президента Аннакас Врежа Абрамяна, Жанна Казаросяна, а также многочисленных гостей. Выступление министра иностранных дел Республики Западной Армении госпожи Лидии Маркусян. Отец Гусан Алджанян, президент Западной Армении, уважаемый господин Армянак Абрамян, уважаемый генеральный консул Вартан Симакеш, депутаты парламента Западной Армении, дамы и господа, дорогие соотечественники и друзья. Мы собрались на поминальной церемонии в Женеве в память о двух миллионах жертв геноцида против армян, совершенного тремя турецкими правительствами. Память более актуальна, поскольку программа уничтожения армянского народа, начавшаяся в 1894 году, достигшая своего пика через 30 лет в 1923 году, не прекращалась и поэтапно продолжается. Так планируется истребление армян на родной территории. Хочу напомнить, что благодаря преданности выдающихся личностей Франция всегда была рядом с армянским народом. Мы столкнулись с глубоким недоразумением, когда господин Эммануэль Макрон в циркуляре от 24 июня 2018 года решил отменить хартию дружбу между Францией и городами Арцаха. Хочу отдать дань уважения храбрости господину Жанполю Бретта, который выступил против отмены хартии, подписанной в 2015 году между городами Вилербан и Шуши, мером которого он являлся. Мы пережившие полной решимости добиться не только соблюдения всех прав армянского народа, но и добиться истинной справедливости, без которых мир невозможен. Спасибо всем вице-президент Национальной ассоциации армянских ветеранов и сторонников, министр иностранных дел Республики Западной Армении Ридия Маркусян. Полные выступления Ридия Маркусян доступны на нашем сайте. Уроженцы Западной Армении Алан Ованес. Его называли машиной, пишущей музыку. В Англии мирным американцам. В Индии и Японии армянин-искатель. Музыка Алана Ованеса доступна слушателю, наделена таинственностью и самосознанием. Считается одним из самых знаменитых композиторов XX века. Написал 67 симфоний. В сохранившихся рукописях количество симфоний превышает 70. 434 пронумерованных работ. Отец Аручун Чак Матчан и Заданы. Мать по происхождению Шотланка. После долгих скитаний поселился в Бостоне. Является автором многочисленных книг. Также к авторам одного из первого армян-английского словаря. Два года работал в качестве главного редактора бостонской армян-исечной ежедельной газеты «Айриник». Первые произведения Ованеса были в возрасте 4 лет. В 14-летнем возрасте, несмотря на сопротивление родителей, написал первые оперы. «Родители думали, что сочинять музыку несерьезно. Если замечали, что я сочиняю, забирали ноты. Мне приходилось писать ночью в ванной или других потайных местах и прятать от родителей», — рассказал песенник. «Зачастую, чтобы заработать на пропитание, играл в ресторанах и гостиницах, аккомпанимировал музыкантам и певцам». Встретившись в Бостоне с художником-мистиком Германом Диджо Ванни, которого впоследствии он считает своим духовным настоятелем, советует Алану Ванесу найти свое родное армянское духовное наследие и оставаться верным своим корням. К сожалению, вдохновленный этой идеей, он сжигает 100 произведений, написанных до этого, в том числе две оперы и семь симфоний. «Спустя 50 лет, комментируя свой безумный поступок, с улыбкой оправдывается. Я должен был переехать из Бостона в маленькую квартиру Нью-Йорка, и мне нужно было избавиться от лишнего времени». В 1940-х годах в жизни Алены Ванесы начинается армянский период. Создает оркестр, руководит им, исполняет написанные им армянские произведения. В 1950-е годы в США был известен как композитор, дирижер и пианист, регулярно получая множество заказов от известных музыкантов. Алену Ванесу присваиваются высокие академические звания и почетные докторские степени от различных престижных учреждений. Триумф записи и популярности произведения Алену Ванеса приходится на 1960-70-е годы, признан самым популярным композитором Америки. За музыкальное достижение в 1977 году становится почетным членом Американской академии литературы и искусства. Творил до 85 лет, скончался от тяжелой болезни 21 июня 2000 года. В 1910 году Макартыч Йотнехпайлян создает отряд самобороны, попытки уничтожить которого правительством провалились. Позже начальник полиции УФР рассказывает, несмотря на все усилия, мы не смогли поймать Макартыча. Ежедневно приходили сообщения от Макартыча. Перерезал телеграфы, сжег бревна, уничтожил телефонные провода, перекрыл воду в турецких кварталах. Самым странным были письма, в которых он сообщал «Трусы, не ищите меня в городе, отпустите невинных. Я тут, давайте познакомимся». Этот человек либо демон, либо ангел, но в любом случае он был турецким ужасом. Варварские действия турок прежде всего беспокоили Макартыча и друзей. Макартыч рассказывает одну историю. «Когда в городе убивали армянских лидеров квартала, мы молчали. Сейчас мою нацию взяли под Ятаган, и мы снова молчим. Что надо делать, спрашивают друзья. Мы должны бороться, а не ждать, пока нас дорежут». Несколько раз Макартыч пытался спасти жизнь арестованных правительством армян из УРФы. В частности, 8 июня 1915 года дважды подготавливал план бегства во время ссылки по пути в тюрьму 16 известных партийных деятелей, арестованных правительством. Но все категорически отказались, опасаясь за судьбу армян УРФы. 25 января правительство арестовало 100 известных деятелей интеллигенции города. Как кредитор, некоторые из них, переодевшие богатым арабам, смог пробраться в тюрьму, встретиться и представить вполне осуществленный план побега, в чем ему был отказ. 24 апреля 1915 года турецкая полиция задержала и пытала 600 представителей армянской интеллигенции Константинополя. С этого начался первый геноцид 20 века, в ходе которого погибло полтора миллиона армян. Об этом в парламенте заявил член Палаты общин Канада Александр Булери в связи со 108-летием геноцида против армян, в котором говорится, что 15 сентября Талат Паша направил телеграмму, в которой сообщалось. Ранее сообщалось, что правительство по приказу Джиметта решило стереть с лица земли всех армян, проживающих в Турции. Те, кто не подчиняется этому приказу, не должны служить в руководящих органах. Не различая женщин, детей, больных и отсталых, не останавливаясь перед самыми жестокими методами, не прислушиваясь к голосу совести, надо их прикончить. 12 декабря 2022 года Азербайджан заблокировал Арцах, единственную дорогу, связывающую Сюнинский регион. 120 тысяч армян оказались в изоляции без предметов первой необходимости и лекарств. Международное сообщество не должно оставаться в стороне от этого преступления. Мы должны подтвердить наше отношение ко всему этому здесь и сейчас. Члены рок-группы Немра, братья Ван и Васпур, не случайно получили свои имена. В 1915 году после геноцида против армян предки эмигрировали из Вана в Восточную Армению. Дом был в селе Пшаван, недалеко от Нарикаванна, где учился Григор Нарикатси. В 1915 году турки убили моего прапрадеда. Его брат Мурат, в честь которого назвали отца, помог его семье бежать в Восточную Армению. Рассказывает Ван. Музыкант отмечает, за эти годы я понял, что политика завоевания или потери земель – проходящее явление. Тот, кто силен в данный момент, тот и правит. Я сожалею, что человечество все еще настолько отсталое, что воюет и уничтожает. А также сожалею, что нам достался такой отсталый регион, далекий от цивилизации, но нужно сосредоточиться и сохранить то, что у нас есть. Талантливые армяне должны сделать Армению мощной. К сожалению, так устроен мир. Если ты пригоден, с тобой считается. Если нет, тебя уничтожают. Сейчас мы стоим перед вопросом за выживание. И что самое печальное, мы должны морально быть достойны выживания. Если мы восстановимся морально, нас не победить. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok